так кажется у нас шумят батареи наверное включают а то уже у всех знакомых спросили у всех включены батареи уже теплые такие у всех уже три дня назад включили у нас и еще не включена но пока пока холодная но вода бежит там вчера кстати муж у меня настроил кондиционер вообще не знаю какой режим включен но вроде бы сейчас очень тепло стало дома вот так вот смотрите у нас все мигает ближе подъеду не видно наверное какой-то вот вижу что луна ночной режим отопление но как теплое что полу воздух и вообще здесь какая цифра непонятно ли двойка то ли что тут горит в общем включал включал что-то и вот воздух такой горячий идет а так до этого он включался 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 выключался сейчас что-то вот сделали нормально слава богу нас дома теперь тепло стало нормально там включен кондиционер здесь включен кондиционер пока вот и давления нет дети у меня ушли подстригаться кирилл с вадимкой ушли подстригаться сами не ушли сегодня он сегодня помыл голову поэтому они не упушатся волосы к бабушке это не опять были вот туда же в ту же парикмахерскую ходили как в тот раз убрали кто ненормально андеркад стрижка как обычно водимки тоже покажу папа еще на улице остался ну что ты лупнись хоть нормально ты смотрел зерката ничего не надо убирать лишнее ну вот в школу пойдешь хоть нормально мои дорогие девочки у меня тут пришла посылочка я сейчас хочу открыть показать вам это очень классная штука в общем девочки не отправили фото эпилятор вообще эта информация которую я сегодня буду сейчас рассказывать это информация для тех кто устал бриться надоело все это и фото эпилятор для того чтобы постепенно избавиться от нежелательных волос давайте откроем все вам покажу посмотреть надо что целости сохранности ли не пришел мне надеюсь что все нормально вкратце я вам все расскажу девочки вкратце я это не обзор это просто распаковка я все расскажу своими словами покажу вам все как приходит как все внутри очень классная штука но очень много противопоказаний нужно обязательно читать я надеюсь на сайте там тоже все противопоказания указаны домашний фотоапиллятор дайкман я буду девочки пользоваться в зоне подмышек хочу избавиться от этих волосков чтобы было мало на ногах и я не буду пользоваться потому что у меня волосы природы светлые волосы на ногах их не видно и я не буду там чего трогать а вот подмышками у меня такие нормально видно и здорово не люблю этот процент эту процедуру хочется действительно избавиться девочки это конечно надо пользоваться не один месяц может быть там не знаю некоторых быстро все до получается что волосы избавляется от полос быстро процедура происходит но у некоторых вам надо пользоваться месяца два да вот смотрите девочки тут немножко покажу вам где можно здесь время обработки когда сразу на коробке все расписано до например ножки 4 минуты руки две минуты подмышками полторы минутки так на лице что-то вода еще здесь вот значит минутку вот если например усики там растут до 0 5 минуточек зоне здесь декольте пять минут и на спине например пять минут естественно это не подойдет например для мужчин и вот если кто-то надумает мужчины дай избавиться от бороды нет это конечно нет на голове нельзя пользоваться итак здесь значит это гарантий не того а здесь фотоапеллятор инструкция сейчас давайте быстренько открою покажу вам что здесь расписано противопоказания обязательно нужно прочитать предостережение на коже голове на бровях в области глаз рядом или с глазами потому что там идет вспышка и поэтому в общем нельзя общее сведение в воде нельзя естественно принцип работы прибора дайкман состоит в излучении очень коротких импульсов высоко интенсивного света на кожу энергия света поглощает поглощается меланином волосяных луковицах и временно а задерживает механизм роста волос волосяные луковицы в течение цикла роста волос обычно проходят через три фаза такой что если постоянно пользоваться волосяная значит вот это вот луковица она нарушается и волосы прекращаются расти как-то так в общем меньше становятся они светлее будут волоски комплектации давайте проверять значит фотоапеллятор сам девочки еще кто на море постоянно едет тому фотоапеллятор очень-очень наверное нужен вот такая красота девочки 10 наклейка вот так вот он выглядит такое розовое золото дальше здесь у нас зарядное устройство насадка для точечного удаления волос на лице это вот это вот здесь как получалось видите большое окошечко это на теле а если на лице вот закрываем и свет будет света попадать будет меньше так дальше у нас очки обязательно процедуру нужно проводить вот в этих солнцезащитных очках можно так сказать надеваете это специальные очки и только в них девочки а то очень сильно слепит чтобы не навредить зрению так дальше гарантийный талон руководство по эксплуатации и здесь вот еще вот знаете что такие вот ватные палочки это специальные ватные палочки нужно вот это окошечко протирать этими палочками ну что давайте соберем и включим я вам немножко покажу принцип работы перед процедурой а нужно обязательно удалить волосы вот описано очистите очистите кожу избрите волосы в области обработки рекомендуется сбрить волосы за два часа до процедуры значит окошечко протираем палочкой здесь вот потом значит включаем ведь он здесь мигает нажмите удерживайте кнопку питания в течение двух секунд это обдув включился шумит так заработает функция функция обдува загорится светодиод выберите подходящий уровень а мощности из петельных вот у меня пусть будет 1 2 раза это будет 2 уже нажать дальше наденьте очки давайте представьте себя что я здесь как будто бы удалила волосы до побрела здесь мне общение полос подносим прибор в очках и вот этой кнопочкой нажимаем один раз можно включить вот здесь вот еще можно вот так подвести кстати все и сейчас можно дальше подождали перестала в общем вот так вот такой вот принцип работы удерживаем все выключили это сейчас обдув тоже выключится все вот такой вот принцип делаем как указано да здесь через какое-то время нельзя сразу например вот если кожа в порядке через через два дня можно повторить до постепенно можно избавиться от волос такой вот фотоапилятор надеюсь я все понятно объяснила ссылочка под видео на эту красоту у меня в общем самочувствие так себе тоже полный нос девочки там писали чем пользоваться у меня там кое-что есть в нос брызгать я сейчас буду готовить у меня сегодня будет мясо с овощами мясо у нас окорок свиной и здесь овощи на перец кабачки помидоры лук морковь и картошка картошки поменьше потому что всего остального много не знаю какой это у меня все войдет не войдет мультиварку наверное придется половина половина кабачка половина помидор это вот все с домашнего огорода кроме вот перчиков перчики покупали так что у нас сегодня полезный вкусный простой ужин буду сейчас нарезать все и в мультиварку брошу не буду обжаривать ничего просто будем тушить я никогда не обжариваю так полезнее когда просто тушеная но и и и и и и и и вот сколько у меня мультиварки овощей получилось очень много сейчас еще добавлю сюда мясо остались помидоры это сделаю салатик это морковка тоже осталось вадимка так и и съест но это на следующий раз вообще сейчас буду добавлять мясо соль приправы и перчик все добавила приправы перец соль а сейчас все перемешаю и включать режим тушения наверное полтора часа поставлю час 15 поставлю тут много овощей мяса много и добавить водички надо немножко так все включила водички немножко добавила можно кстати кетчуп туда добавить томатной пасты добавить челку вообще не обстригал он не дает он говорит мне надо челку такую вот мне иногда пишет почему такая стрижка а ему нравится такая стрижка до поворачивайся нам скажем нравится просто как интересно тут нравится если ребенку такая стрижка до такую и делаем будет другая нравится другую будем делать это пишет почему все время дыркат здесь вот вообще хорошо вот здесь вроде вижу нормально так то бы вообще по идее надо вот так вот вот так и здесь брызгать чтобы стояла до вот так вот и шапку да надевал на так то можно кверху зачесывать отопление включили так всем тут уже нарезали помидоры оставшиеся с луком салатик у нас будет сюда еще ничего не добавляла раз метану с майонезом добавлю и здесь осталось 30 минут все наше вкуснятина готова раскладываю по тарелочкам то побольше кириллу до водинки это мне поменьше всем приятного аппетита очень вкусно получилось ребята мы устанавливаем натяжные потолки в спальне сейчас ребята уехали на обед и надо купить светильники в той комнате у кирилла мастер один был а сегодня их двое двоем они наша люстра уйдет убирать будем люстру и сейчас я покажу как мы будем устанавливать светильники в каком порядке немножко интересно на простые светильники без этих бывает еще небольшие светильники которые поворачиваются можно и повернуть нет здесь такие вот это 8 чтобы у нас будет в общем этот вот тоже убирать будут две лестницы сегодня у них так сейчас я покажу как мы будем устанавливать решили в общем так вот так вот вот здесь вот шкаф да вот здесь шкаф решили значит по углам будет и вот здесь вот так ромбиком как немножко ну вот в середине середине к друг другу они ближе здесь подальше в углах почему так потому что здесь видите у меня шкаф надо чтоб не за шкафом было вот туда над шкафом чтобы было не внутри там здесь ближе сделаем а там не надо там я там работаю и там работаю там мне тоже надо чтобы больше было света 8 штук надеюсь мне хватит света освещения потому что ну все равно все равно я блогер снимаю мне надо чтобы светило ярко и хорошо чтобы было все поэтому свет конечно очень очень нужен для блогера поэтому светильников 8 надеюсь что хватит а комната здесь блин я забыла сколько квадратов 13 что ли 13 вроде бы это комната квадратов по цене спрашивали сейчас я вам расскажу про цену а то у меня спрашивали девочки я забыла в тот раз сказать в комментариях ответила на вопрос значит здесь у нас смотрите полотно очень качественно полотно матовая такое ну как бархатистая немножко девочки цена зависит естественно от полотна и от светильники от не только светильники там стоят от 500 и до и дальше 500 800 светилик один один поэтому видите у нас здесь 6 светильников полотно очень качественное выбирала здесь отдали 9 200 на той квартире мы жили маленькой комнате там я еще больше отдавала там было полотно такое знаете какое текстурированное было но я показывала да кто старое видео смотрел тот помнит там другое было полотно там был еще дороже вот этот потолок был там я отдавала денег больше здесь немножко подешевле это мне пишут так дорого девочки нет это недорого со светильниками недорого сами лампочки тары гущие мы тогда хотели поменять и так и не нашли в той квартире у нас одна лампочка перегорела у нас здесь холодный белый свет и нам надо было их бихо белый свет не было только вот желтый этот вот был теплый так и не купили в общем а так и я помню что стоила на не знаю одна лампочка что ли 500 рублей в общем вот так вот у меня будет в той комнате значит вот этот ободок значит сама вот лампочка белая а вот этот ободок будет либо серебристый если они найдут сейчас не поехали как раз и купят в магазине пообедают и купят либо белый вот этот ободочек будет так что вот здесь значит 9 9 200 а там цена у нас здесь бардак как обычно все вещи вытащили а в этой в этой комнате будет пока я не помню 12 с половиной вроде бы насчитали 12 с половиной светильников больше полотно то что такое же как в той комнате будет то что такое оно такое толстое вот если сравнить вот эти вот вот эту пленку она отличается очень сильно например вот от самой весовая да и и дороже там да это все зависит от качества как какая там плотно ладно я скатерть постелила я постелила сегодня белый скатерть просто прикрыла они мне тут внутри поставили инструменты свои на мою белую скатерть я еще и не пользовалась только в видео на втором канале стелила этот фаберлик скатерть белая очень кстати хорошая качественная плотная очень такая скатерть хороша я ее стелила чтобы снимать видео они метод инструменты положили ну ладно в стирку отправлю стирку отправлю в общем вот рассказала цену да а в этой комнате я еще не знаю мне не сочетали сколько будет стоить сейчас здесь делает потом там будет сделать ждем сейчас они пойдет и придут дальше доделывать готова вот так вот мы сделали здесь получается как бы вот середина видите она немного ромбиком ромбиком и там пока я вам включу тоже на пульте управления это также пультик беленькую мы хотели чтоб три было уровня вот этих кнопочки а б с не было таких белого не было черный белого не было поэтому получается у нас так включаем так так все середина это получилось так так и вот так вот все полностью выключились классно ну принципе не это не обязательно будет можно же там включать но пульту рядышком будет положить здесь где-нибудь в общем так вот мне очень нравится сделали здесь поближе потому что раз здесь шкаф он у меня здесь пожизненно будет я уже решила для себя что это самый лучший вариант даже если поменяем то все равно здесь как бы да видите ромбик интересный такой видеть эти ближе к друг другу и эти ближе к друг другу так что у нас интересно так сделано даже если потом шкаф вдруг отнесу туда то-то нормально все равно красиво получилось решила такие без светильника и обыкновенная потому что если если брать вот эти вот которые с подсветкой теды еще дороже вот именно по бокам с подсветкой там будет у нас следующей комнате в общем все мои дорогие заканчиваю на этом сегодняшний влог лохматая хожу сегодня скоро увидимся пока 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 пока